Возраст учебе не помеха. В Ижевске пенсионер решил освоить абсолютно новую для себя профессию. Учится заочно на спортивного тренера. Много ли таких студентов почтенного возраста в столице Удмуртии, выяснил Роман Вагинов. В перерывах между основной работой и работой над курсовой. Валерий Крылов студент из ГТУ. Даром, что в этом году юбилей 60 лет. Учится заочно и сейчас уже на третьем курсе. После окончания станет дипломированным тренером по адаптивным видам спорта. Не хватает специалистов, работающих с инвалидами. И с каждым годом ощущаем это все острее, говорит Валерий Михайлович. По другим регионам у нас там ситуация несколько лучше, чем у нас в Удмуртии. Там работают тренера, специалисты, знающие жестовый язык. И, соответственно, спортсмены показывают хорошие результаты. В этом году техуниверситет уже зачислил 1400 человек. Немало среди абитурентов и возрастных студентов. Здесь уверены, пока говорить о явной тенденции рано, но все предпосылки для этого есть. Все больше людей предпенсионного возраста стремятся в УЗы на новые для них специальности. Есть люди, которые поступают к нам, кому за 50. Три человека у нас идут по программе, поговорят из специалитета, и один идет по программе магистратура. Это технологическое машинное оборудование в нефтяной отрасли, 58 лет. Такие тенденции в УЗе связывают с изменениями на самом рынке труда. Инженерные и технические специальности долго оставались в стороне, возник дефицит. Как раз его отчасти сегодня и заполняют студенты в возрасте. В преподавательской практике Елены Микрюковой ученики, которые гораздо старше ее, далеко уже не редкость. Во-первых, когда студенты старше по возрасту, это сразу, можно сказать, большой опыт. Не только преподаватели его учат, но и студенты нас начинают учить. В этом году у нас идет очень много организаций, когда организация готова прямо проплачивать за данного студента, потому что действительно они видят, что студенты перспективные, они хорошо ведут данное направление работы. И поэтому даже, я говорю, в том году я работала, такого не было. В этом году, ну скажем так, процентов 20 идет от организации прямо целенаправленно. Эксперты уверены, чем больше таких студентов, как Валерий Крылов, тем лучше. Общество получит сильнейшие кадры с бесценным опытом. Иногда бывает не готов сам по себе работодатель, конечно, потому что иногда мы думаем, что это конец пути, для кого-то это начало пути. Особенность таких студентов в том заключается, что они гораздо более мотивированы зачастую. То есть человек уже достаточно зрелый, осознанный, он приходит уже с пониманием, для чего это ему нужно, с пониманием своих новых целей, к которым он стремится. И в каком-то плане учить таких студентов, конечно, проще, потому что они прекрасно понимают, для чего они это делают, что они хотят получить. И работать иногда с ними – это просто удовольствие. Так что народная мудрость «Век живи, век учись» сегодня особенно актуальна. Роман Вагинов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».